Российские агенты с украинскими паспортами. За годы подготовки к войне российские спецслужбы промыли мозги не одному десятку граждан Украины. На этом фото любителей русского мира с Николаевщины от комментариев в пророссийских пабликах перешел к действиям, сдавал позиции военных. На его счету и две разрушенные после обстрелов школы. Николаев в топе городов, которые ежедневно находятся под ракетными обстрелами россиян. Полезные идиоты, ватники и коллаборанты наносят своему городу миллионные убытки за копейки. Они там какие-то копейки платят или тысячу, или полторы тысячи гривен. В общем, обещают анонимность, но анонимности никакой нет, мы их все равно потихоньку ловим. Служба эффективно работает. И самое главное и страшное, наводчики становятся соучастниками убийств десятков украинцев, среди которых гражданские, взрослые и дети. Дошло до того, что за помощь в выявлении этих элементов в Николаеве ввели вознаграждение. Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика, то есть для того, чтобы выявить реального человека, который наводит. Это не просто там нельзя будет свести счеты с кем-то, там будет четкая инструкция, видео, кто чего, телефон, подтверждение. Кроме денег, предатели не могут устоять и перед властью, по крайней мере, ее обещаниями. Всякий сброд мечтает дорваться до финансов и вершения судеб. Вот коллаборантка из оккупированного Мелитополя, что в Запорожской области, Елена Тракай. Ее муж воюет в рядах российской армии. В обмен на то, чтобы его перевели поближе к тылу, а ее повысили в должности, Елена уговорила Свекра сдавать позиции в Запорожье. Аленка, говорю быстро. Значит, завод ***. Ага. Тяжелая. Тяжелая? Да. Давай. Алло, Папуля. Да. Папуля, мне нужна немножко конкретнее информация, попросили по поводу ***, на каком, например, ангаре, например. И что такое ***? Это завод так называется или это... 150 метров от железной дороги. Все, что я могу сказать быстро. Ага. Понял? Все, давайте, давайте. Это на юг от железной дороги 150 метров, ровно. На этих кадрах 60-летний наводчик из перехвата уже в суде. Он хватается за сердце и слезно просит прощения. Во всем обвиняет своего сына, который так и воюет в российской армии. Этому мужчине за госизмену грозит пожизненное. И выйти под залог ему не светит. Верховная Рада приняла закон, запрещающий выпускать корректировщиков под залог. Кроты в СБУ. Про российских партиях, чиновники и даже преподаватели. Собрать единый портрет украинских коллаборантов тяжело. Среди них даже те, кто якобы поддерживал Майдан. Например, экс-профессор столичного университета Драгоманова антрополог Евгения Бильченко. Полтора года назад преподаватель оскандалилась постом в Фейсбуке. Украину назвала анкобольной американской колонией, а закон о языке – фашистским. Часть студентов восстала против Бильченко. Бильченко не скрывала, что общалась с одиозным писателем Захаром Прилепиным. Ездила в Россию. И в своих видео, записанных даже на украинском, постоянно транслировала нарративы российских пропагандистов. Европа не считает нас себе ровней. Она не даст нам ни своих технологий, ни своих инвестиций. Нас просто предали. Никто не собирается нас поддерживать в войне. После масштабного вторжения России в Украину, Бильченко, уже в Санкт-Петербурге, продолжила вещать все то же самое, только по-русски и в футболке с символом российской армии – буквой «З». АСБУ обвинила экс-преподавателя в том, что она создала целую группу из корректировщиков, собиравших данные в Киеве и Киевской области. Кроме того, в пабликах 10 сторонников русского мира разгоняли антиукраинскую информационную компанию. Материалы по задержанным находятся в суде. Им грозит до 12 лет за решеткой. Но и после выхода на свободу до конца своих дней эти предатели будут нести груз к людской ненависти и презрению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова